АПЛОДИСМЕНТЫ 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 перед историей своей семьи, перед историей своего народа, не быть похожей на всех, не быть по течению, а встать и заявить о себе, заявить о своих правах, о том, что она имеет право и возможности на большее, это будет, наверное, действительно в то время очень большой публик. И поэтому вполне понятен интерес к истории к теме. Я очень рада тому, что сегодня о ней первое слово скажет человек, который сделал вообще в своей жизни колоссальную работу, и вы сегодня можете познакомиться с итогами этой работы, вот с этой книгой, которая называется «Мой Ильяс». И я хочу представить слово, которое так и называется, вот слово Катимир, племяннику Катимир Гагитарой, профессору, человеку, который, может быть, вы знаете, потому что мы здесь уже, я видела, за него заходили, здоровились, подходили к нему. Я хочу, чтобы вы принеслили сейчас и послушали внимательно Велика Мадисовича Закиваева. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Микрофон! Здравствуйте всем! Субтитры и не успел поздороваться. Для нас это сегодня радостный день. Ну, Дина об этом все сказала, и она мне предупредила. Не растекайтесь мыслью по требованию, берегу и здесь. Будьте кратки, потому что очень многие хотят мысли. И поэтому я не буду растекаться мыслью по требованию. Зачитаем то, что вспомнил. А остальные друзья, которые у меня добавят. Я думаю, сегодня вечер пойдет. Очень интересно. Вас, Герой Карлович, поздравляю с 70-летием. Желаю долгих лет и праздников. В каждом человеке можно увидеть две основные характеристики. Во-первых, это печать времени. Во-вторых, неизводимые признаки рода. Печать времени накладывает среда, в которой человек родился, вырос, жил. А признаки рода, черты, его внешность, характер, поступки, жизненные принципы, завещанные велением крови, генетическими, императивом, властными в тульт своих требований. Вот эти две основные характеристики сочетались в личности Патима Пай. Это сочетание, я бы сказал, предстает как некий алгоритм, определивший ее судьбу и ту память, которая осталась об этой предъявительной женщине, о матери, о дочери, об азамате своего народа. Нет надобности, по-моему, говорить пространно о внешнем облике Патима Пай, ее знаменательном обаянии, о силе характера, о уме, притягательности, широкой образованности и о том, какое сильное влияние она оказала на несколько поколений самим фактором своего пребывания в живом материальном воплощении. Она прошла несколько исторических формаций, видела торжества по случаю 200-летия династии Аманды. Власть свидетельницы начала Первой мировой войны, на ее глазах возгорался пожар в общего ростанского восстания 16-го года. Она пережила такие эпохальные события, как Октябрьская революция, Гражданская война, Белогвардейщину, Аминьковщину, Красногвардейскую депутатуру, Черкасскую оборону, Триумф, Триумфальное шествие Совета, Раскулачивание, коллективизацию, репрессии 30-х годов, Вторую мировую войну и многие побочные картины. Она прошла, как легендарная Богородица, через все высливые на этой земле руки и вышла из огня, сохранив самое самое, что добавил Черкасскую оборону. Перечисленная гуща – это пунктирно отчетченный облиц, где можно вместить в мокромную эпопедию. Сегодня каждая страница этой трагической и высокой эдописи воспринимается нами как акты, сопоставимые, разве что, с античными трагедиями Сапокова и других авторов древности. Было бы неправильно подходить односторонне к рассказу о времени, изображая Патима Апай страдательной стороной. Да, время наложило печать на людей, но и люди, в свою очередь, корректировали свое время. И в конечном счете время тоже испытало влияние со стороны людей. Патима Апай была, я-то я подчеркиваю, одной из гранитных личностей, о которой разбивались волны времени. Она несла в себе огромный заряд сопротивляемости, устойчивости. Эта энергия сопротивления была у нее в крови. Она передана была чередой клеток, вместе с кровью, плоти, генетической памятью. Эта великая жизненная сила... Эта великая жизненная сила восходила тем далеким временам, когда под знаменем Шамиля в Дагестане началась освободительная война Кавказа. А потом, после разгрома повстанцев, многие были переселены, высланы на север. А потомки переселенцев, спасаясь от насильственных рекоречений, уходили безкрайние следы Казахстана и находили приют на границах с Китаем. В частности, ветки Катима Апай таким образом попали в Капалу, где занимались левопашеством, ямщинским извозом и другим мирным трудом. Свободолюбие, сознание своей чести, достоинства, благожелательность другим людям, жажда знаний, предрасположенность к любым формам трудовой деятельности, все это было заложено в потемняплое с детских лет. Она несла в себе светлый комплекс человеческой личности и передавала благородные черты своим детям и внукам. Окружающие люди постоянно находились в комфортном состоянии, уверенности, спокойности, спокойного сознания, правоты и точности, хотя внешние обстоятельства жизни бывали подчас тяжелейшими. И совсем не случайно, лучшие люди того времени оказывались в поле его влияния благотворного, созидательного, оставляющего незвладимые следы на многие годы и поколения. Эти факты общеизвестны, и говорить о них можно много и долго. Вспоминаются слова русского поэта, обращенные к современникам, в частности к интеллигенции. «Обнажи этот мозг, покажи, что ты не был беззвучен и хром, когда в мире сверкали ножи и свирепствовал кушечный хром. Не были беззвучными и хромыми». Белял Сулейев, Ильяр Хансугуров, Мухтар Авэдов. Они в полный голос обращались к современникам, со словами мудрости, добра и правды. Не был хром и беззвучен. Ее старший сын, Жан-Век, сложивший голову и крылья, в жестоких боях за родину под Смоленщиной, и дети имел Азар, Бунгар, Мурар, Ильфа, Ба, Мэн. Уже при жизни пошли в историю казахской и общечеловеческой культуры, как носители самого лучшего, что есть в нашем народе. Не буду подробно останавливаться на этих общих известных факторах, только подчеркнув, что в Афине все названные люди стали благодаря огромному воздействию благородной личности Патима Патима. Она всегда оставалась с собой, была ровной, гордой, открытой, и в минуты горя и в час торжества. Все ее поведение было подчинено пониманию времени, ответственности за свои поступки, к далекому взгляду в будущее. Когда пришла беда, и своя участь постигла Ильяса, Патима Пай сделала все, что было ее силой. Она надежно укрыла драгоценные рукописи, зная, что придет время, Ильяс вернется к читателю. Когда Ильясу реагитировали, она не побежала в высокие кабинеты, выпрашивая компенсации, копии. Патима Пай сразу же стала готовить публикации произведения Жан-Сугурма. Она многое сделала, взяв под личный контроль издание известных, малоизвестных и неизвестных страниц проезда Ильяса. Надо радоваться тому, что издания Ильяса и Мухтара находились в поле зрения Патима Пай, они по-своему, она по своему образованию, вернее, образованности, не уступала многим докторам и академикам. Возможно, не козыряла модной терминологии, но тексты помнила философность. Ее, как огня, боялись халтурщики и плагиатры. Кое-кому она прямо в лицо говорила с иронией и усмешкой, «Абайдан, абайлах, тохайдан, тохайлах, маржанан, хожанлах, сезвестен мажаах». Вот эти героничные стихи. В строке запомнили многие живущие наши страницы. Плагиатры по отношению к Ильясу вели себя очень осторожно, видя перед собой такую хранительницу священного огня. Чувствуя время, предвидя многое, что случится впереди, она идей готовила к жизни, не давала уповать на волшебные подарки судьбы. Дочерей заставила освоить профессию врача и преподавателя иностранного языка. Сыновей готовила к труднейшему подвигу к работе в казахской литературе. И тем фактом, что Азат стал знаковой фигурой в среде писателей, в том, что Влад остается сегодня в числе виднейшей деятельной культуры республики, Амурат Абезов вырос в гигантскую фигуру с непререкаемым авторитетом. Во всем этом заслуга, конечно, незабвенный, как ими, Абальд. Новый добрый слов, можно сказать, об этом удивительном человеке. Она оставила дневники, литературные зарисовки, раздумья о времени и современниках. Все это предстоит собрать тщательно, соотнести с датами и событиями, не публиковать. Потому что пришел момент истины. Люди должны знать, кто есть кто. Сегодня мы хорошо видим, кто был жертвами репрессии. Известные имена десятков тысяч людей они занесены в книге «Скорбе». Тут нет никаких сомнений в невиновности и чистоте этих страдальцев. Но до сих пор остается в тумане, окутанным молчанием, не найти в архивах имен тех, кто писал доносы, травил, пытал, истязал эти жертвы. Нет ни имен, ни фотографий, ни географий, нет социологических портретов, нет анализа. Как эти мерзавцы, инициаторы и исполнители могли безнаказанно терроризировать огромную массу людей, населяющие население гигантской страны. Вот он момент истины, вот вопросы ответа на него. С одной стороны конкретные имена, географии, датированные до могильной черты, а с другой темные заретушированные фигуры, тщательно укрытые от гневных взорок, требующих правды. Разве можно удовлетвориться беззубой фразой «посмертно реабилитированно»? Разве не звучит насмешка эта штампованная фраза, резолюция, наложенная холодной чиновничьей рукой на десятки тысяч личных дел? Неужели это и есть торжество справедливости? Неужели урок под лицам препятникам, доносчикам, загубившим столько прекрасных жизней ради своей карьеры личного благополучия? Разве в момент истины не должно быть, разве и правда в момент истины не должна быть односторонней? Правда должна быть исчерпывающей и обжертвов для палача. Об этом говорит полный голос Татима Вань, прошедший весь круг страданий, выпавший на долю нашей казахстанской интеллигенции и силы об этом вопьют камни на площади Жен-Торсан, суровые горы Афганистана, печальные леса Черномеля об этом называют многострадальные оралы, обезображенные края где свирепствовали черные бури символатинского полигона. О, если бы в каждом сердце моих соблюденников стучал момент истины, трагическая эстафета проклеи, если бы стучал, как в пламенном сердце наших математых. Жизнелюбие, мудрость этой замечательной женщины была сконцентрирована в ее деятельности и кроме того она владела великим богатством огромной сокровищницей, пословиц, поговорок, афоризмом, где память народа была завещана на многие годы, на века, детям, внукам, правым. она часто повторяла очень простые и очень глубокие по своей назидательной силе слова, вышедшие из глубин народной мудрости. Ниэнэки сэн сонны, а, ниэнэки сэн сонны жэр, бисын басқа деймесын, ниэнэки сэн сонны ки, афган күнбэл деймесын, ниэнэ мэн сэн сонны мэн, аяғын жердей деймесын, күннэс сэн сонны ниэн күнбэл деймесын. Высокая требоватность себе и окружающим твердой мрастной в принципе человечности добра и участия великий жизненный пример подрагоцен муэльзабет оставленный нам и нашим поклонкам невзятын президента Сгиншаха. Я не хочу отпускать переполаге сейчас этой сцены, потому что нужно просто сказать вам еще такую вещь, что мы сегодня давайте чуть-чуть сюда прейдем, чтобы я меньше рассказала. Вот эта книга сегодня увидела свет Благодаря тому, что моя мама возглавляет Ильфу Ильясову, Жан-Досову и Жан-Сугурову фонд Ильяса, фонд своего отца. И делает очень много такой работы, в которой нуждаются очень люди, но которые не хотят поддерживать наши государственные органы. И поэтому ищут спонсоры. И очень хорошо, что есть такой замечательный, благотворительный фонд Ильф Ким Кумит. Благодаря этому сотрудничеству и, во-первых, самое главное, благодаря авторству «За берегом», «Заукибаевым», вот эта книга может сегодня не просто увидеть свет, а она будет подарена каждому из вас. Вот за тем столиком вы можете эти книги взять, если хотите, получите автограф от автора. Я просто знаю, что это человек, который очень тщательно, со своим взглядом, по всему. И труд, конечно, очень интересный, потому что вы увидите и новые произведения Ильяса, которые еще не видели свет на русском языке, которые еще не читались на русском языке. Но вы можете прочитать и старые произведения, которые уже ранее были переведены другими авторами. Давайте мы просто поблагодарим за выступление, поздравим Дмитрия Владиславовича с выходом этой книги. Я вас от души поздравляю. Это мой церковь, я подписываю. Спасибо вам огромное за вашу книгу. Я хочу сейчас предоставить слово. Мы целенаправленно рассказываем биографию, какие-то подробности, потому что вы можете потом посмотреть фильмы. Фильмы очень подробные у нас. И там все рассказывают, что тоже очень много выступлений, насколько есть живые люди, живые свидетели этих подвигов, этой жизни. И просто есть сыновья и дочери, которые могут об этом рассказать. Тем более, что имя, которое сейчас на заводе очень широко известно, не только когда станет. Но это лишь возле его пределами. Имя человека, которое производит впечатление сразу на каждого, кто его знает. Потому что этот человек, он несет мир, он несет свет, он несет добро, он несет принципиально. И я хочу на эту сцену пригласить Урада Авода. Пытаемся, кого не он думал, но я даже не знаю, вот это его, да, это связи с этим. Мы верим. Добрый день. Я не первый раз приходил на встречу в клуб ветеранов науки. Пять раз это очень волнующая встреча. Я очень рад к тому, что состав этого клуба остается устойчивым. Я думаю, что это какая-то удивительная, такая уникальная форма нашего человеческого достойного существования. Мы не разучаемся со своими специальностями, со своими коллегами и со своей человеческой любовью, если хотите, большим смыслом нашей жизни. То есть со всем тем, чем народа этой жизни связанная с наукой нас обоградила. Наукой и со всеми со всеми знаниями. Поэтому я еще раз хочу пожелать всем хорошего Ефиме Михайловне, и всем ее друзьям, соратникам по этому оборудованию. Это очень важное дело, которое является, безусловно, очевидным появлением духовности человека. Потому что это никем не организованное, это какая-то самоорганизация. И люди, которые приходят сюда, они движены очень высокими человеческими мотивами. Я очень рад тому, что именно в этой атмосфере, атмосфере удивительной, неповторимой, уникальной, очень благородной атмосфере этого клуба. А сегодня раздается дань памяти нашей маме. Конечно, первая должна была просто замечательная заклада, не вот выступление. Ну, два заклада. Это потрясающее эссе, так сказать, еще. Ситуализированный Берегом Магисовичем. Я думаю, что Пасту Юрьевич уже поблагодарил его, я присоединяюсь к этой глагогатности. Я думаю, что все, кто сегодня пришел сюда, могут присоединяться к словам особой глагогатности Берегом Магисовичем. Вы, наверное, обратили внимание на то, что Берегом Магисовичем, он воодушевлен, так сказать, все, что он говорил, вот этот написанный текст, говорят о том, что и он воодушевлен, значит, жизненным другом в образах против многопитера. И мне действительно нужна была Ильфа, сестра моя, выйти, здесь нас осталось от матери двое, Ильфа нужна была бы первой, но, значит, мы единой посоветовали... Да, это, по-моему, сидел по вашей версии. Хотя, после переха, значит, небольшой перехват, моя лординка потом... Это, конечно, можно об этом очень много рассуждать и говорить о том, что земле, обществу и временам, на которые отпущены большие страдания, одновременно даруется нечто, значит, оптимизирующее, так сказать, самую жизнь на этой земле, в этом обществе, в этом времени. И вот эта надежда, так сказать, в общем, или не просто надежда, а способность одолеть эти тяжелые времена, она воплощается в комплексных выдел. Вот есть какой-то закон, мировой закон, такой гармонии, то есть жизнь, она всегда все равно подлетает, какие бы ни были труды, я не знаю. И вот эти вот качества людей, которые преобразуются, в действительность к лучшему, значит, ну, они бывают всегда, мне кажется, очень человечными и неодолимо могучими. Вот я думаю, что наша мама, она обладала полными ими качествами. Можно, вот я сейчас, ну, как, прошлый фрагмент, скажем, вот Нью-Йорк-Я. Я родился в Нью-Йорке, в 41-го дня, 42-го года, где написали 1-го дня, 43-го года. Это была очередная ссылка нам, и она приехала туда с детьми, значит, в Велево, Азарт, да, 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 да. Ну, вообще-то у меня лет только привычки накатывали, я не понимаю, ну, почему-то так. Вот, ну, вот, Игель Ильяза, значит, Азарт, старший брат у тебя, вот, самый старший брат, Джани Бек, вот, как Берри говорил, он, на той встрече, на столетие мамы, Берри приводил его стихи. Он был потрясающим, убедительным поэтом. Сколько? В 17-18 лет он ушел на фронт, очень быстро побил, но у него остались замечательные стихи. То есть, наверное, поэзия тоже, это и природа, и те испытания жизни, которые вообще мужественным человеком уже развиваются, и тогда, ну, для того, чтобы пережить, пойти через это. То есть, судьба еще оснащает этим чувственным словом, чтобы я был молодой человек, который рану ушедший в жизни, но он замечательные стихи, вот, как мне кажется, оставались. Это, наверное, тоже, ну, одна из, ну, одна из дел, вот, фонда Ильяса Танцугорова, которая Ильфа возглавляет, и здесь Литин, которые веют, это, значит, ну, возрождение и укрепление, и введение в долгую историю памяти Ильяса Танцугорова, и Афутинета Танцугорова. Это не только, вот, все, ну, это все доветвится, так сказать, в общем, дети, вот, Яджини Веки, у них есть замечательное просто воспоминание, тоже на очень высоком, ну, если хотите, вот, в литературном уровне, не сомнение. Яджини Веки, о старшем брате нашем Азате, Азат был человек-филолог Большей милостью. Я помню, когда я приехал в Москву, Богдана Амагина была, она профессор-филолог Московского университета, и она говорила о том, что вот среди аспирантов, студентов старших курсов, аспирантов-филологов, вообще равного, равного, значит, такой филологической одаренности, адамки не было. И не только в те годы, но и в последующие годы тоже. Ну, мы об этом уже, в общем-то, и говорили, огромное влияние Азата, Вячеславеева, одного ужаса современного в написании книги, вообще сама идея книги «Азия», ну, и подготовки, что-то так. Азат, он совершенно такой феерический, очень талантливый, так сказать, учитель-филолог, и все, на всю жизнь, у меня в себе прекрасное знание, вообще, много своих веков, он удивлял его, говорим, на фрадианских конкурентов, какую-то бы не перевязали писателя, и везде улыбку, когда-то актонный, когда-то актонный. Я бы говорила о тех страданиях, которые выполняли эту семью, но еще, наверное, вот эта вот чистота души, умение для этой репети, хорошим точным словом, хорошая увыка, то есть, для этого тоже, наверное, мужество характера. А в западном смысле абсолютно беззлобивость и нежесточенность, да? Вот это вот в нем было. И монастыр, сын его, Мазата, тоже Джанибек, внук нашей мамы, издал книгой филологические исследования отца своего Азата, я думаю, что тюркологи понимают, что это огромная ценность. Ну, ну, это ясно, она, сестра наша, она тоже, вроде бы, и не вредит, но такая могучая гуманитарная начинка, она очень много узнала из истории, вот похвалы, к нам, и, вообще, ее, и это вот, я помню, замечательное исследование о природе фашизма, то есть, у нее очень серьезное состояние, ну, такое историко-гуманитарное слое. Многое написано, ну, может быть, это фамильная какая-то черта, у нас немало написано, но и всегда нас пришлось создание таких вещей. Вот, Луин, говорящий, замечательный рисунок, вплощей много написано, я просто думал, что это будет вообще эффективно, и просто Луин написал, ну, какой-то элемент такого впечатновения. И как это связано, ну, вот, я и говорил о пародии, там, о встречате времени, я думаю, что на нашей семье, вот, в этой встречате времени, она, она, она была, как бы, в самом деле, сфокусированной нашей маме. Вот она была умела, умела, в том же мерке, где-то веке вещества, как красивая лампа, в одной комнате, в принципе, живем, в виду, в пол, много детей. Ни кино, ни телевизора, вот, свет от лампы, и вот мои старшие братья и сестры, что они сделали такие представления, устраивая, там, пальцами, тень, так сказать, фильмы, тенери, какие-то замечательные рассказы. Азат, который, ну, сколько он нас посещал, вот, теперь, я вот, все, я думаю, что Азат, он сейчас, ну, как-то, сын, мама, материал, Асулеев, он, дорогой, брат, я помню, Каскин, он, и, ну, и Ирфа, и Була, и я, в общем, или только Миркенский приедет, а потом, уже, когда сюда, он приехал, он приехал из Московского университета, журнално-скранная литература, как он приносил, ну, и самую величительную, вообще, я не знаю, когда это страшно ли, но, я вообще, вскоре, так сказать, еще, считаю, что, значит, можно будет-то говорить, что это та же, кстати, компания меня существует, но, я не знаю, есть ли, но я не знаю, есть ли, но мой городной, граника, bombersники, как которые, кто-то. И так вот, ну, после всех этих репрессий, представляете, какая-то перепарка, что это судьба, это на Москве, представляете, здесь меняться на другом, вот, ну, и они очень много, так сказать, моментов, потом, что-то присылки, перепрессии, и вот эти условия, скажем, геркянские. Когда пропала корова, они написали письмо к Алинину, ну, каким-то чудом, в общем, там корову-то вернули, ну, спаслись. И, в общем, геркянский период вот такой, очень, конечно, это вот сынная семья, я думаю, что мы из вас знаем, что это такое. Это отношение, как к семье, как к семье врагов народа, вынуть, ну, еще, там, в воспоминаниях они говорят, как Вера Полосухина, они учились вместе, совершенно молодые девушки, истинные, ну, как настоящее дружба, когда Вера Полосухина, дочь профессора, пригласила, он будет себя домой, но будет маленькая, если она будет, наверное, не приняйте себе. И при этом, в общем, потом, в комментариях, вот, когда она знала, что это семья врагована, то есть, вот, это, вокруг создавалась такая атмосфера, когда вышла стена, она могла назвать характеры, но великое счастье, то, что или по крови, или по судьбе, такой могучий, и великий, и очень гордый характер, значит, сформировался в нашей маме, и она это нас не могла, не могла. Совершенно необразивным словом, своей мужественной, я помню, когда, значит, вот, змея какая-то, вот, в этой журнодет, так сказать, в этой комнате, в которой мы были вошли, змея появилась, это была могучая воительница, потому что она, я помню, она, она, с паштой, в общем, да, такой мудрый, так сказать, она схватила эту землю, и как она ее тащила, да, это, вообще, ну, как, такое совершенно метафорическое, совершенно убедительное, в борьбе со злом, она не могла, точно так же взять, скажем, запрести, я, кто придавал, Семен, он записал, вонос, она знала их, имена, настал ей тогда, по-моему, в 56-м какой-то, она в своей записи эту знаменитую яркую речь свою произнесла, и столько было там мастеровского, и все их слова уляли, так сказать, на гробах, потому что бывают живые слова, и бывают дурно пахнущие, и мертвые слова, и она, например, москве, в общем, такое живое слово. Прошла часть этих испытаний, их тоже, например, смерть, почему-то она замечательно знала, ну, великолепные казарские песни, замечательные казарские песни, две две пластинки, которые, так же, как журнала Аб-Саврата, она с собой всегда умудрялась вести, вот, из ссылки, из пересылочек, по себе, вот, она пила эти дневники, еще раз я хотел бы сказать, вот эти в стенах, ну, бывшего хана, так сказать, достойного хана, знания, значит, Платимага Дмитрова, значит, написала, она написала, она реагировала на то, что происходило, нет ни одного мужчины, так сказать, вообще, для писателя, чтобы она честно написала, вообще, о событиях репрессий 1937 года. И вы посмотрите, сколько было десятилетий для того, чтобы, наконец-то, разомкнулись уста и стали говорить о комментиризации 30-х годов. Именно в то время, когда, значит, умирали, вот, умерли стихи, значит, когда Симбалатис по дороге Ильев, вот эти, значит, замерзшие трупы стихи, вот этот ужас, ну, где-то с Ильясом и Ильясом, а Ассом, вот этот, как говорится моя глава. Затем, ну, и совершенно все же молчали, вот, и произошло очищение литературы, или сохранение вообще жизнеспособности литературы, поскольку литература по существу поставила на себе крест, значит, ну, замолчав, ну, от молчавших по 30-м годам и по 37-м годам. Вспомните, кто писал о в 37-м годе, здесь, в Казахстане, и даже потом вышли в логерии, русской литературы, есть ли люди, которые отсидели, вышли и написали, и тем самым сознанием от него дальнейшего люди способны. Вот, у нас это не произошло, но великое счастье, что вот были такие романы, вот, честь и достоинство, если хотите, казахского художественного слова, да, вот ее дневники, там, где она говорит, еще с ужасом, значит, в 30-е годы, когда коллективизация, она пишет о такой женщине, которая своих двух девочек привезла, и она торгует их детей для того, чтобы свастя странные, как сказать. Вот это не сейчас сколько происходит, а кто в этом с такой болью, то есть это точно необходим словом. Поэтому я думаю, что вообще это расширяющиеся системы, галактика, так сказать. И сейчас все больше и больше, как бы, отмечается, то есть растущий, так сказать, мир, восприятие ее, так сказать. Все много и новые люди. Вот я знаю, что сейчас, ну, татарское общество, Уранский, потом Казань, Казань, так далее. Огромные интересные точки. Здесь молодые, значит, драматурки хотят писать сценарий о ее судьбе, о ее судьбе, о ее судьбе, о ее судьбе, о ее судьбе. Но там завершена судьба, как трагедия всей казахской интеллигенции 20-го века. Потому что вот, да, еще раз, как одна записка Замата Шанина, как его Патимар, в общем, посрещен свой род, Патимар, я, для и его, на манчуэссен, было. То есть, это все там Замат Шанина, а там будет Пуссуна, как Манчан, не бывает. А это все, это просто, все, что здесь не принесено. Великое, это равная интеллигенция Казахстана, потому что в 20-го века этих признах поплатили в ее судьбе. Писать о ней, это значит, ориентировочное хиетическое постепление. Но не писать об этом, не осмысливать этого тоже нельзя. Потому что, которые могли сообщественно не осмысливать финансы, так сказать, вот эти деяния мерзавцев, которые сейчас действия будут постоянно повторяться. Будьте принять здесь все, другие, это скал, а значит, ну, как бы, жестоко, а не повышен силы. Ну, я прошу прощения за то, что я вам скажу. То есть, я хочу вам всем сказать за то, что она, конечно, великий воспитатель. Вот туссус, не амсис, это если человек, это все проигрышные слова. Не амсис, туссу. То есть, человек, который говорит те самые, вообще, пустые, ничего не знающие слова. Не амсис, это значит, имеющие честь. Вот, честь и смыслы, серьезные смыслы, и как она здесь вот, я думаю, что для любого романиста это очень сильный сюжет. Ну, вот, скажем, на, как она, когда, вот, Саят, наш старший брат, вот, старший брат Вик и Влада, сменусь по именцу, значит, ну, и она другой мальчишка, и когда, вот, она собиралась вместе, да, чуть-чуть эти просветы еще после эркессивных лет начались, она собиралась, и для меня, когда, как бы, уже кроме фактического царя, царя стала абсолютно родной. Это эффект вот действия нашим, да, она была, как женщина-собирательница, народа, общества, после всех этих просмотров, вот это она совершенно сроки делала, делала. Значит, и она собирала, она меня обращала к казарской языке, когда он спел, и в университете изучал китайский язык, доходчивую русскую школу, она мне прислала, значит, 100 послодиц казахских, 100 послодиц. И это удивительно, вот эти люди, я прекрасно знала фалькорда, Тарма Аллен, когда начал архивы раскатывать вообще, кто сохранил во многом казахский фалькорда для выдачных исследований, он в долгие годы закрыт, и там во многих автоматная битва. Она, как раз уже видно, в этих экспериментах, она все собиралась, она великолепна, потому что у нее великолепный казахский язык. Казахский язык, мы делали казахский язык, вот иногда, вот Георгий, здесь высочайший знаток, специалист казахского языка, Георгий, вот Георгий, мне кажется, что современные казахи, там писатели, ораторы, они стоят, они стоят заложниками такой пышности, метафоричности казахского языка. Грозно, значит, я там, чеченцы, великолепно говорят на русском языке, я так удивился, я говорю, «Куды вас только поскорить?» А он говорит, «А вы думаете, что вы не знаете лишних слов?» Ну вот, понимаете, вот сколько вот это, ну да, а где выглядяются лишние слова, где есть польза, не то, что и сознание говорить про те самые лишние, уместные, посперванные по ситуации слова? Вот этому, этим таким языком нам говорят. Вот, и эти пословица для меня, конечно, не жернули буквально казахскую язык, а я сейчас с удовольствием, я сейчас вот, если читаю, по этим казахским языком я чувствую больше, так сказать, ощущаю себя на русском языке, вот, и сейчас я стараюсь говорить очень, очень с удовольствием, мне кажется, мой казахский язык, он не такой богатый, вот это требует многих современий, но, с другой стороны, вот это, мне кажется, главное слово, пожалуйста, в любви, я нашел его нужно благодаря вот этому воспитательному действию Матери, которая была такой удивительной, она была пословица. Я даю, я своему сыну дал, да, эти пословицы, они для разных случаев в жизни и несут себя вот эту огромную энергию вот этого могучего, по-настоящему. Если у вас есть дети, которые хотели повладеть казахским языком, я бы попробовал респирацировать это, рекомендую, это не удивительное такое, а предпочтение, как бы, философия, гералития, метафорические областные возможности. Вот, ну, и, конечно же, это нужно обойти еще раз, если я говорю о том, что мы очень подушевлены, и, наверное, мы собрались вот эту сумму, вот эту метафорику, она вдохновляла. Есть великолепные стихи Ахмеда Батюсуна Вадима. Второй раз, он говорит, он берет Ахмаду, когда он видит эти стихи, он говорит, может быть, здесь нет такой великолепоэтической мощи, какова мощь, дух, это только один человек, мог этого написать. Ну, в общем, примерно такой, что если бы было у меня тысяча двадцать, то даже я двадцать, мог его бы, где-то на Телятный Батюсуна, почему бы ты сказал, что исхострял на стабиле. И я думаю, сейчас это новая тема биологии. Мы всегда говорили о том, что Макжан Тимабаев – лучший казахский бей. Ну, Абаев – это не ее сравнение. То есть, Абаев – это Абаев, Атамара. Ну, вот сейчас, когда изданная книга фонда Ильяса Дальцубурова, лирика Ильяса Дальцубурова, конечно же, ясно что они будут претендовать на это единственный самый общий лирик. И вот на эту лирику вдохновляла наша мама. Тима Крапитова вдохновляла Ильяса Дальцубурова. Это потрясающая и претендовала даже другая и другая история. То, что мы сегодня говорим о илья Крапитовой, это, как бы, разговор на конкустанке. Путь ее вообще в идеи нашего общества, нашей единоли, доброго. Он такой такой, восходящий. И спасибо, Тима, за то, что мы сегодня немножко согрели эту конкурсную конкустанку. Спасибо. 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 Знаю этот могучий духовный клан Семеевых, Джонсбурных, Ауэддовых. Знаю почти всех дженов этого клана. Конечно, Джонсбурных я не знал, Фадимова я тоже не знал, хотя он наслышан в его выступлении в 56-м году знаменитым. А в этом все до сих пор говорят, и говорят по-другому. Вообще, наше общество интересное общество. С одной стороны, члены восторгаются, а с другой стороны, восторгались, а в этом же забытие говорят скверно. Так вот, когда расстреляли Ильяса Джонсу Гурману, мне было не плохо. Но я к этому плану очень близок. Знал вас завтра. Знаю Ифу. Хорошо знаю Мурата Ольцева. С удовольствием в последние годы встречаюсь и слушаю нашего уважаемого ПТ, Велика Челкобаева. Звонил мне неоднажды при жизни Умин. Знаю всех остальных членов, богатого знал. Знаю Дину, не верю в одном доме. Знаю ее сына Айбека. Прекрасный парень растет. То есть я к этому плану как-то близок. И почему близок? Потому что от этого клана, богучего духовного клана, исходит какое-то тепло. Удивительное тепло. Тепло добра. Тепло любви. Тепло благородства. Тепло вдохновения. Вот поэтому я сегодня и пришел. И смотря на то, что мне сейчас и ходит, и что-то, и что-то сердце породит. Однако я рад, что пришел и услышал прекрасную славу. Теперь я считаю, что очень хорошо, что затеяли вот такой сегодня разговор. Это очень важно. В наше время люди должны знать, что были такие прекрасные, возвышенные, вдохновенные люди. Мы этого, к сожалению, очень плохо знаем и мало придаем это значение. По тему Кабинову должны все знать, это гордость казахской нации. Это гордость народа всех казахстанцев. И поэтому такая встреча должна была иметь место. И именно в этом зале. Я рад, что это случилось. Ну и в завершение я просто хочу сказать, что я вращу на искусственные руками. И Евгения Михайловна давно просит, чтобы я дал ей свои книги, изданные в последнее время. Так вот, я принес, так если не ошибиться, роман «Дом с китайцем», о котором мы говорили. Вот принес еще один роман, который называется «Пельцу». Сейчас я посмотрю вам, где он подпишу. Да, вам. Еще принес такую книжку, называется «Время будней». Мне недавно исполнилось 70 лет. И я должен был дать отчет перед обществом, перечитателем, чем я живу, что я сделал, что я совершил. И тут в этой книге все, что я сделал, написано. То есть все мои статьи, книги, на казахском, немецком, русском языке, кто обо мне писал, кто обо мне писал, кто обо мне писал, что длинные стихотворения. То есть в этой книге я сам себе поставил памятник. И сам здесь похож на памятник. Мой дуб Шалтар Вариханов сказал, что когда тебя не будет, он, видимо, решит, что он прошел, переживет меня. Когда тебя не будет, я с этой фотографии сделаю тебе памятник. Это не в первую очередь. И еще вот такая маленькая книжечка, называется «Автобиографические эскизы». Тоже вам. Так что я имею в виду всю зиму. И еще вот там одна. Это уже не вам. Это уже не вам. Еще одна книжечка есть, моя публицистика в последний день. «Земля моей чести». «Земля моей чести», я имею в виду, Казахстан. Но в Казахстане я живу 63 года. Так что я в Казахстане смогу считать. Это моя земля. «Земля моей чести». Вот эту публицистскую книгу я хочу передать ильфин. Я за меня на голову никак не вижу. Я за меня не вижу. А вы, когда «Алона». Так, Дина, передайте вам. Это надо. Вот большое вам спасибо, что вы есть, что вы меня пригласили. И что вы всех так внимательно служите. Будьте здоровы. Мне нужно хотя бы сказать два слова благодарности за такой щедрый подарок. Я счастлива, что под занавес в моей жизни мне удалось познакомиться с очаровательным, с красивым, с умным, с мужчиной. Это было важно. Я счастлива, что я вас знаю. Спасибо за подарок. Здорово. И признания произошли. Хорошо, сейчас. Я просто хочу сказать такую вещь. Время уходит. И, к сожалению, время уносит жизни. И вот Мурат Миккартов говорил о том, что из детей, где мы, остались только двое. И, к сожалению, уходящий год унес жизнь Булата Габитова, Джон Суворова, того сына, который взял фамилию матери, который взял для него в спаде своей маме. И просто я думаю, что человек, который был очень известен, известным деятелем культуры, известным книгоподорологистом, общественным деятелем, он тоже очень стремился, то, что все и все те заветы, которые передали мать, мать, претворить жизнь, передать своим детям. Мы тоже хотим знать, что вы знали. Мурат Габитов, Джон Суворова, это сын Катина Габитова. А сейчас я хочу предоставить микрофон самому родному племяннику, самому нашему любимому дяде, которому вообще очень сложно определить какой-то возраст. Потому что, сколько я его помню, это очень зажигательный, очень артистичный, очень интересный, очень разноскороемый человек. И может быть, он поделит свои воспоминаниями, может быть, он прочитает слухи, я не знаю. Но слово представляется Владом Эльдаром. Влада Савидович Эльдаром. Аплодисменты сейчас преподает в институте, великолепно поет. Замечательный, наверное, дети. Это надо все сопровождать аплодисментами. Добрый вечер. Добрый день. Я бы, так сказать, с таких мощных, действительно достойных характеристик в моей теории, я немножко прозвал. Я впервые с тетей, так сказать, сознательно в Ологу, если познакомился, в Сор-Шестом-Петбург. Это, наверное, мама меня привезла. Вернее, тетя приехала в Душанбек к маме. Мама была тогда заводить девушку. Как же, в общем, тетю мы встречаем, а она, мама взяла хорошую машину, трофейная машина, на полный капитан с открытым верхом, такая белая, шикарная. Приезжали, отец его ходит с одним чайником и в халате. Что такое? Что такое? Оказывается, знаменитый шестой зал в Ташкенте, и там пересадка, значит, Алмака, душа бы, и одна женщина с ребенком, материстом, значит, мы пойдем сходим в туалет, сучь дочка послали, ушла в туалет и, ау-ми, ни вещей, ничего не осталось. И, в общем, она приезжала, как вам везде. И вот она оттуда меня забрала и привезла в бирке, где они были, в ссылке. Вот я там помню. Ну, конечно, масса возбуждена, если сейчас быстро так вспомнить про моего брата Булата, который, наверное, только Крина говорила, он, я, значит, что-то у меня было не в порядке с желудком, чтобы я там заболел, не был в больнице, а Булат, на самом деле, младше меня, это мне было в 46-м году, 7, ему было, значит, 9. Там, километра 3, он за мной пришел, а меня что-то вытравливали, если не надо, если, не скажешь, что я у меня говорю, и Булат меня, значит, на себя посадил и поморял, поморял, и бегом, бегом, жил меня маленький, 9 лет, и принял меня. Вот я бы хотел сказать о тете в плане, ну, они очень скоро все говорят, она была может быть, лицо к лицу лица не увидать, большой вид на расстоянии, и действительно, как-то, ну, тетя, тетя, что, тетя, ну, и паял жидер, много надавал нам тоже по башке, она нас, и палочник, кстати, угощал всякими такими вещами, и в то же время, я помню, когда они переехали в Алмату, у нас из Секурска, тогда было Нира, там, Матар Магарыч, тут был домик такой, полтора метра на одном земле, мы потом здесь сделали комнату, пианино, и все выучились на портопиано, ну, в общем, масса таких интересных и хороших вещей, но какая-то она была живая, теплая, необычайно вообще, тогда мама моя вместе с ней ходила как раз на торс, когда пригласили жену, значит, бенбет, сакет, и все, что, когда там, они, так сказать, благородили, вспомнили, слава Богу, что, ну, не забыли, вспомнили, а тетя вышла, что вы вспоминаете? Кто его, как следует, украл, он такой поэм, кто его посадил? Что вы сейчас плачете? Понимаете? Ну, такое, короче, не было, что он полностью требует. Ну, так, что она была хорошая моя тетя, теплая, хорошая. Сейчас я скажу, я через, немножко прочту, не очень глубоко готов, я, как-то, не театру, может, цикл, почитай, стихол, и я, чтобы я так сказать, мы недавно с Мураком были в Иране вместе, случайно, есть такие выражения случайности, это закономерная необходимость, господин великий случай, понимаете, но все равно это, там все наверху, мне кажется, что все Бог, Господь решает, и вот мы с ним встретились, мало того, что в городе мы встречаемся, там, в Солокову, иногда, но чаще, на днях рождение, к сожалению, на моментах, а тут уже грань, представляете? И что мне понравилось в Иране, почему я хочу, так сказать, выразить какую-то вот такую благодарность вам, вот вы ранены, мне кажется, чем понравились люди, вы знаете, у нас старики несут свою старость и болезни, как ордена, понимаете, какие-то, а вы, они старики живые, они ходят, они живут, они суетятся, что-то такое, вот я думаю, вот наше сегодняшнее собрание, это один из единственных, здесь живых зрителей, которые, понимаете, да, трудно, да, все, но они живут, они живут, и вот в этом, кстати, была и тетя наша, и вот наша семья, и я в том числе, мне тоже отца открыли в 38-м году, мама была, мама не расстреляла, мама была первой женщиной, с китарем, в реклампарсе, в Ташкестане, в Рождец, в Рождец, и я отцу Горького как-то приезжал к ней, и он был такой немножко, как мама, самый млютивный человек, такой, выпил писать, а где казахские дела, мы немножко знаем, на-ра-на-я-на-ра-нам, выпивать, джай-ля-у, там, веш-марванье, а он был такой, молодой, такой, и вот он приезжал в Душанбель, где тогда мама была, воженке, за бане, и писал там, что-то, в музае еще приеду, когда я сену Сугурова посадили в пенгу, маму сняли с ректорами, как жену, как сестру жены врага народа, а потом отца моего, значит, и мама уже с чемоданом сидела, понимаете, там, такой-то секретарь, как-то, 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 говорит, ну, что вы, короче, одна женщина, и там, враг народа, был бы совсем, одна мель, и ее, так же, как-то оставить, ну, и я там, и вот, поэтому я необычайно рад, что, так сказать, я попал, немного тоже, 65 лет, в наше, чуть-чуть, молодой старик, молодой, и я тоже, я думаю, что это будет хорошее, я немножко прочитаю, берега, переходы, мне вспомнится, когда вы, что-ли, когда мы перевели, как вы считаете, как вы перевели вашу поэзию, почему этот поэт приехал, переводчик не приехал в поэзию, не проходил по этим улицам, сидел на каких-то пестровом, где я писал эти стихи, я думаю, перевод, это настолько сложная вещь, и я, великая слава и память тем людям, которые переводят, кстати, на другие языки поэзию, мой портрет, это слово для меня, самое такое, вообще, я, когда у Гулафа, где меня там, начитывался, и я за, и Гулаф, что говорится, хочу, прочитаю, вот, где мы, вершины, горные сосали, как динтикрут небес, и потихоньку подрастали, как подрастает свет, они, касаясь вечной силы, росли за веком вверх, им спины, крепко терпе силы, и делиться будут в снег, большой, с огромными плечами, ты вырос, Гималафа, ну, отчего, как плеча, скажем, вот такие, какие-то, метафоричные, поэзии, дожди прольются, дожди прольются, как бульона струны, бульона, бесполезные, кисти, слова, за видением твоим устремляюсь, хоть меня никто не зовет, исчезаешь, я грустно, как тарик, появляешься, сердце поет, о, любовь твоя, как ты прекрасна, ты не признак, не ласковый сон, я лишился рассудка, несчастный, сумасшедшим я стал один днем, ты одна, ненаглядная радость, бесконечная песня моя, Фатима, Фатима, это счастье, знать и верить, что любишь меня. Любовь меня скрутила, иссушила, извела, мне никто теперь не мило, мне ничто теперь не мило, жизнь так будто не моя, страстью Богу нахвачит, я пою, я слезы, эти руки меда слаще, потому что я люблю. Спасибо вам большое. И когда читаешь эту лилию потрясающую, и, к сожалению, у меня такие немножко, не для дела, так и давать и по наследству, я очень горжусь тем, что этот человек, мне самый близкий, дорогой человек, я горжусь тем, в какой семье, я его желаю, потому что наш папа, это Санжар Жанзусов, еще одна большая родитель. И я с огромной любовью, с большой теплотой хочу попросить маму мою, и я саму, Жанзову, и все-таки дома. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я здесь приятел, тоже разъясняется. Ага. Давай. У меня наезжай не пишет, но просто пока наступим, то я не могу. Извините, я немножко... Не в последнем. А? Не в ходе. Здравствуйте. Во-первых, я хочу вас действительно туда не понравилось, потому что я вот с большой датой. Ну, вот, что я могу сказать? Уже столь, что про негновенность теплых слов было сказано, и можно говорить бесконечно. Вот вы знаете, биография моей мамы, она вот как его... Можно было бы снять, но это серийный фильм, честное слово, он был бы гораздо, наверное, интереснее, чем бразильские, аргентинские сериалы. Но пока что никто за это дело не берется. Ну, мы будем надеяться на то, что... Потому что такие личности, как Фатима Габитова, они очень нужны нам, очень нужны в нашей жизни. И они будут всегда востребованы, и были востребованы в свое время, и сейчас, может, и даже сейчас они больше нужны. человек, который никогда не поступал со своей честью и достоинством, человек, который мог в глаза сказать то, что он думает о ком-то. Нет, я хочу сказать, что это... Она наоборот обладала даже большим фактом, она имела большое сострадание к людям, всегда опекала кого-то, всегда у нас, вокруг нас, всегда, как говорится, двери не закрывали, всегда там полон был родственников. И вот сейчас я могу сказать, что здесь в зале сидят люди, которые вот только нашли друг друга благодаря Фатиме Габитовой, благодаря публикациям, благодаря вот этим, ну, каким-то кадрам на экране. Можно говорить бесконечно. Я думаю, может быть, будет когда-то написан хороший, настоящий роман об этой женщине, но сейчас вот Герик Мадызович, он, вы знаете, он настолько понял вот саму суть вот такого явления, как Фатима Габитова, и он очень правильно с социальной точки зрения дает ей характеристику, где можно говорить бесконечно о ее велосердии, о ее широте души и так далее, но когда она действительно может, когда все подавлены, прекрасно быть, вот мы с вами, наверное, в основном здесь сидят мои ровесники, я сама с 35-го года, значит, мы все, собственно говоря, испытали на себе в той или иной мере это тяжелое время вот этого, этой эпохи нашей. Вот, я хочу сказать, что она вот сумела противостоять, сумела сохранить себя, сумела сохранить детей, сумела и сделать их, собственно говоря, нужными, востребованными в обществе, сумела сохранить Ильяса и Беляла Сулеева архив, вы знаете, это все фотографы, все удивляются, какой богатый архив у Ильяса Джонсу Гурова, какой богатый архив, это благодаря моей матери, но здесь я могу говорить очень много еще о многом вернее, могу говорить очень эмоционально, прочувствованно, потому что жизнь моей матери, вот мне было два года, когда Ильяса арестовали, и потом, конечно, была всегда рядом с нами мама, и она ушла из жизни рано, ей было всего 64 года, она была очень телом и душой такая сильная, крепкая, но, видимо, все сконцентрировалось в этой страшной болезни, которой она болела 4 года, те, кто вместе с ней заболевал, которые, я помню, Таир Жароков, ну, это, знаете, через 2-3 месяца люди уходили, а она 4 года, она настолько была жизнь любила, она сопротивлялась вот этой болезни как могла, и я считаю, что ее жизнь это пример в первую очередь для нас, детей, для наших, для наших детей, то есть для внуков, это для всех, и очень, мне кажется, вот эти мага-битвы были востребованы, она для молодежи, нужно сейчас воспитывать, тогда, когда у нас сейчас такое смутное время, когда, нельзя, каждый раз приходишь какие-то, знаете, в тупик становишься, когда встречаешь вот какие-то события в нашей жизни происходят, она всегда имела свое мнение, умела высказать свое мнение и так далее. Ну, что мне хочется сказать? Я же сейчас просто хочу быстренько сказать вот о чем. Знаете, меня всегда поражал вот этот дух интернационализма, который она нам, вернее, вот это чувство интернационализма, это чувство сопричастности к событиям любого масштаба в жизни народа и даже в планетарном масштабе, она всегда очень бурно реагировала. И из нас она старалась именно так вот. Мы не выросли ни националистами, ни фашизма нет. Мы настоящие, вот такие вот, когда нас растила советская власть, сейчас не будем говорить о ее негативных сторонах, но то, что было привито нам, именно и прививалось вот именно советское время и было привито и поощрялось и нашей мамы. Мы выросли интернационалистами, мы были пионерами, мы были комсомольцами, и все это для нас очень свято. Правда, в партии я уже не сступил, тогда я успел разочароваться во многих вещах. Но также активно, неплохое положение, я считаю, и к семье мы относились свято, к понятию семьи, и мама всегда говорила, есть, собственно говоря, три акта гражданского состояния, это рождение человека, это жилище человека, брак его с кем-то, и потом смерть. Вот, говорит, вот так, вот так вы и будете жить. Собственно говоря, я вот выросла вот таким этим, и считаю, что я правильно поступала. Во всяком случае, сейчас мне есть чем гордиться моими детьми и моими внуками, это в личном плане. И потом вот это чувство, вы знаете, когда мама нам в мерке, там, знаете, это сыр, это клинопитные мазонки, холодно, там печей нет, и вот мы там в мерке, долгие зимние сумерки, долгие зимние ночи, она нам читала наизусть, Малжана Жмобаева, Габрилу Токая, она рассказывала нам сказки какие-то восточные вот в этой темноте, когда даже, какое там мероприщество, даже керосиновой лампы у нас не было, а тут такой агарочек на керосинку, мы там, что-то такое было. Так вот, и вы знаете, она всегда нам прививала этот чувство, говорила о том, какие она книги прочитала русских писателей, и всегда с уважением вспоминала ученые, Равлова, например, у меня там осталось памяти. Потом она всю жизнь дружила с Анной Викторовной Жилинской, она мама Германа Борисовича Жилинского, который был вице-президентом при Сатпаеве, вице-президентом Академиным при Сатпаеве. У ней были всегда какие-то очень высокие цели, поставленные в жизни, и я помню, что с Анной Викторовной, они всегда говорили о высоких материях, понимаете. Это было настолько естественно все, и мы выросли вот так, как она нам завещала. Я считаю, что мы тоже не поступаем с они честными, не достоинствами, может, и, наверное, бывает, у всех там какие-то перегиды, что-то. Я благодарю вас, благодарю Евгению Михайловну в первую очередь, который, собственно говоря, позвонил мне, и вот получилось так, что мы с ней 14 октября встретились, день родины моей мамы, и я свозила ее на прадыще, там, поздала маме могилу, и она прочитала книги. Я считаю, что нам нужны вот такие вот, понимаете, мы должны знать друг друга, мы должны быть ближе друг к другу, и не что, чтобы никогда нас никакие гражданские там воины, это самое страшное, не дай бог, что это происходит на Украине, или где-то, не дай бог. Но, я говорю, чтобы наш казахстанский народ, чтобы мы знали друг друга, любили друг друга, уважали друг друга. Спасибо вам всем. Спасибо большое. А теперь я хочу пригласить на эту сцену Катиму. Нет, сначала Катиму Катиму и вашу, Катиму и внучку. В общем-то, благодаря ей получилось так, что эта встреча состоялась, потому что супруга, по-моему, Евгения Михайловна Катима познакомилась где-то в горах, на Бевушке, там, еще где-то, мне очень понравились они друг другу и узнала, когда я о Катиме. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Мне немножко болит горло, я никогда не играю, не пела татарские песни, к сожалению. но вот предлагаю вам вспомнить обычную вот эту мелодию, я думаю, Дед Пулат тут сейчас поможет, другие катары, поднимите руки, тут другие, да, вот, видите, катары много, поэтому думаю, что для вас, для всех и для меня будет легко это сделать. Называется Тамшмулак, выставила эту песню Зуха Горит. Она присутствует в своем. Очень красиво это как вроде так Зуха Горит. Зуха Горит. уездная тоже и в центре города до сих пор есть этот там Шапулак, родник, он маховый, мушистый такой и сквозь мох там везде вот 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 песенка изображает как она капает там 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 вот ну и любви к родным местам правильно вы говорите? Да, да, замечательно. Давайте попробуем. ПЕСНЯ 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 И поскольку у нас есть очень интересная гость сегодня здесь я думаю надо ей доставить слово в том плане что мы сейчас пробовали сами делать эту музыку а эту женщину я слышала на многих вечерах это музыкант бар и мне очень хочется чтобы мы все с вами послушали вкусили удовольствие наслаждение от романцев в исполнении Лидии Колесниковой Молодцы АПЛОДИСМЕНТОР 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 Дежурцы наслечено но дальше она у нас ВОДИСМЕНТОР Добрый день все могут снять в ГОЛОДИСМЕНТОР ВОДИСМЕНТОР МОЛОДИСМЕНТОР БЕРИЧЕСМЕНТОР ГОЛОДИСМЕНТОР ПЕРЕate БЕРИЧЕСМЕНТОР ОЛЕК КОПЛОДИСМЕНТОР Я хотел, чтобы они послушались. А то иногда одно и то же говорят, говорят. А, оно и то же говорят иногда. У меня столкнулась жизнью. Мой отец, пожалуй, это в свое время. Они были друзья на телене Сандарова в комсомольском времени. И как-то так получилось, что встречались они на телене, мы были совсем маленькие. Было совсем другое время. Возможно, традиция... Мы поговорили тоже с Фатимой Рандосовой об этом. Она говорила, что русские романсы тоже были такие. Очень дорогие. В утром сияни, снег серебрится. В доле по дороге троечка мчится. Динь-динь-динь, динь-динь-динь, колокольчик зенит. Этот звон... Этот звон... Этот звон... О любви сладко нет. Вспомнился за мне шумной тоною. Песня. 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 Динь-динь-динь, колокольчик зенит. Висей, динь-динь. Песня. И вновь сладко нет. Песня. Вспомнился за мне шумную тону. Песня. 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 И на городную косточку, в тёплую землю зарою, И залу поцелуй, и смелые грозня сорву. И друзей позову, а любовство и сердце нас строю, А иначе зачем на земле этой вечной жур? Забирайтесь, как усы мои, на моё ухощение, Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами судьбу, За небесу, по-жимому, прощенье, за превышение я, А иначе зачем на земле этой вечной жур? И заслушаюсь я и умру от любви и печали, А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат, по углам залетая, Мы опять и опять поглубут предо мной наяву, Белый буйволы, синий орёл, и форель золотая, А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат, по углам залетая, Хоть опять и опять проплывут предо мной наяву, Белый буйволы, синий орёл, и форель золотая, А иначе зачем на земле этой вечной живу? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас ещё одна песня перезагружит нашего автора, Матинского родителя Кричановой. Эта общая аура сохранилась в семье и Джанцугуровых, и Джандосовых. И вот Фатима Габета, лично мои такие, так сказать, темозаключения, вы знаете, вот, которые это особенные люди. Игразийские, вот она, понимаете, как бы, вот на мой взгляд, в ней сочетались и сила, и красота, и смелость, и ярость настоящей татарской женщины. Тем не менее, будучи татаркой, она писала великолепные стихи на казарском языке, дала вообще миру семь детей великолепнейших. Мне посчастливилось вообще вот, ну, так сказать, быть чуть и не родной, знакомой Булатой Ясовичей. Ну, я немножечко, мы тут отклонились, поскольку такая женщина, как Фатима, она, знаете, без любви невозможно представить, поэтому, наверное, девочки перешли на этот лирический мотив. Булату Ясовичу, в свое время я вообще говорила о том, что нужно, нужно бы сделать фильм, даже писала там немножечко сценарий, сценарий, но я хочу сказать, что люди, к сожалению, не вечны, и те, которые знали ее лично, и в тех, в которых воплотился вот этот вот незабвенный дух, я думаю, что все-таки надо соорганизоваться, поскольку такой фильм трудно стать, видимо, некоторые товарищи не хотят кое-кого задеть, и в общем, существуют нюансы, но на это дело, это дело надо похоронить в страх свой, и нужно, я думаю, что хотя бы матери он воздаст, но не забуду мертвых глаз, но не забуду горло крик. Вчерашний юноша, старик, был бы над свором и расстрел, кровавый черный передел земли и родины моей в прах превращающий людей, в бесследно мертвевший прах. Страной владел безумный страх, и гнусной толпой рабы кричали, что рабы не мы. Да разве справедливость есть там, где забыто слово честь? Потомки мерзких стукачей не превратились в палачей, но среди нас они живут, и подло наш воруд трогают, а вы твердите меня, прости, и с миром твари отпусти. А ведь сказал Иисус Христос, не мерзкий, но меч я вам принес. Такие были времена, в каком роду из вас поднял. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Берет его по-разному. Но, тем не менее, прошло уже несколько десятков лет, и в памяти вот осталось яркое выступление у нас есть и писатели. Я думаю, что вот это стихотворение тоже перекликается вам. Я ненавижу вас. Все ваши... Вы замечательные слушатели, потому что вы потрясающие люди. С огромной любовью и благодарностью вся семья. Трансовского, Трансовского, Мильдарова, Дмитрий Валерий. Спасибо большое Дмитрию Михайловну и, пожалуйста, для вас фильм и пущение.